Решите уравнение. Синус от угла π на 2 плюс 2х, все это умноженное на котангенс 3х, плюс синус угла π плюс 2х, минус корень из 2 косинус 5х. Для начала перепишем. Синус угла π на 2 плюс 2х, умноженное на котангенс 3х, плюс синус угла π плюс 2х, минус корень от 2, умноженный на косинус 5х. И все это равняется нулю. Для решения нам понадобится формула приведения, для того, чтобы преобразовать углы. Тогда у нас получается синус угла π на 2 плюс альфа, по формуле приведения равняется косинус угла альфа. Также нам понадобится формула приведения для синуса, угла π плюс альфа. В этом случае будет равняться минус синус альфа. Формулу приведения необходимо знать. Так как стартовое уравнение содержит котангенс, отсюда следует, что у нас есть ограничение. Синус 3х не равняется нулю, так как котангенс это отношение косинуса угла альфа к синусу угла альфа. Синус равен нулю при угле 3х равен πm. Разделим на 3. После деления мы получаем, что х не равняется πm на 3. Это надо учитывать при отборе корней. Преобразуем стартовое выражение. Для этого рассмотрим синус угла π на 2 плюс 2х. Синус π на 2 плюс 2х по формуле приведения будет равняться косинус 2х. Теперь рассмотрим синус π плюс 2х. По формуле приведения мы получим минус синус 2х. Подставим наше преобразование в стартовое выражение. Тогда вместо синуса угла π на 2 плюс 2х мы пишем косинус 2х. Все это нужно умножить на котангенс 3х. Преобразуем котангенс как соотношение косинус угла на синус угла. Тогда у нас получается косинус 3х знаменатель синус 3х. Таким образом мы ушли от котангенса. Дальше плюс синус угла π плюс 2х. По формуле приведения мы заменяем его на минус синус 2х. Далее без изменения. Минус корень а2 косинус 5х. И все это равняется нулю. Обратим внимание на первые два слагаемых. Если мы приведем к общему знаменателю, то в числителе мы получим косинус 2х косинус 3х минус синус 2х на синус 3х. А это формула косинуса суммы. Преобразуем. Для этого синус 2х надо умножить на синус 3х. После умножения у нас получается числитель косинус 2х умноженный на косинус 3х минус синус 2х на синус 3х. Знаменатель синус 3х. Оставшиеся части пишем без изменений. Минус корень а2 косинус 5х. Напишем формула косинус суммы. Косинус суммы альфа плюс бета будет равняться косинус альфа косинус бета минус синус альфа синус бета. Эту формулу также необходимо знать. Воспользуемся формулой косинуса суммы и преобразуем числитель. Тогда в числителе мы получаем косинус суммы 2х плюс 3х. Знаменатель без изменений. синус 3х. Оставшиеся часть повторим. Минус корень а2 косинус 5х. И все это равняется 0. Преобразовываем далее. Получается косинус от суммы. Вместо суммы мы пишем 5х. Знаменатель синус 3х. Минус корень а2 косинус 5х. Далее мы будем выносить общий множитель. Косинус 5х. Тогда косинус 5х умножается на скобку. От первого слога у нас ставится единица знаменатель синус 3х. А от второго минус корень а2. И все это равняется 0. Таким образом мы получили произведение равное 0. Произведение равно 0, когда один из множителей равен 0. Первый множитель это косинус от 5х. И это равняется 0. Второй множитель это единица знаменатель синус 3х минус корень а2. И все это равняется 0. Будем решать по отдельности. Для начала рассмотрим первое. Косинус 5х равен 0. Косинус равен 0. При угле 5х равен π на 2 плюс πк. Выразим оттуда х. Для этого полученные выражения мы разделим на 5. Тогда х будет равняться π на 10 плюс πк знаменатель 5. Теперь рассмотрим второе. Второе выражение мы домножим на синус 3х. Мы можем домножить на синус 3х, так как по ограничению синус 3х не равен 0. Тогда у нас получается 1 минус корень от 2 умноженное на синус 3х. И это равняется 0. Преобразуем. Перенесем синусы вправо, а число оставим слева. Тогда у нас получается, что 1 равняется корень от 2 2 минус 2 минус 3х. Выразим оттуда синус 3х. Тогда синус 3х будет равняться 1 деленное на корень от 2. Избавимся от рациональности. Тогда мы получаем, что синус 3х будет равняться корень от 2 на 2. Это более привычное значение. Нарисуем тригометрическую окружность и отметим наше решение. Запишем наше решение. Тогда первая точка 3х будет равняться π на 4 плюс 2π Вторую точку мы запишем как 3х равняется 3π на 4 плюс 2π Разделим оба случая на 3. Чтобы выразить х. Тогда в первом случае х равняется π на 12 плюс 2π на 3. Во втором случае х будет равняться π на 4 плюс 2π на 3. Полученные ответы не пересекаются с нашим ограничением. Запишем все 3 в ответ. В первом случае х равняется π на 10 плюс π на 5. Далее х равняется π на 12 плюс 2π на 3. И последний х равняется π на 4 плюс 2π на 3. задача решена спасибо за внимание не забывайте подписываться на наш канал и ставить большие пальцы вверх вверх мин до 7 до 7 до 8 до 7 до 14 до 8